Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в Рахманинском зале Московской консерватории. Сегодня мы продолжаем цикл, который является абсолютным раритетом музыки нашего времени. Цикл концертов в современной классической вокальной музыке с участием звезд российской и мировой оперы и молодых концов. Самое главное, что в программах цикла звучат произведения всемирно признанных авторов и музыка молодых композиторов. Всем известные произведения из оперного репертуара, редко исполняемая музыка. За два года существования проекта в концертах уже были исполнены произведения более 30 композиторов. Первый концерт в действительности должен был состояться еще в эпоху пандемии, но он перенесся и состоялся год назад, а затем мы продолжали и продолжали. Но если вы наберете в интернете музыку нашего времени, вы сможете увидеть то промо, которое было сделано весной 2020 года, в то тяжелое время, но артисты отважно пошли на дистанционную запись. И это состоялось, и это очень красивый ролик, но присутствие в зале, конечно, всегда гораздо важнее. Итак, музыка нашего времени. Поверьте, поистине уникальный цикл. Я все время рядом и становлюсь свидетелем. И величайшая заслуга в том, что вообще этот цикл появился, принадлежит инициатору, организатору и концертмейстеру, на самом деле, исполнителю, абсолютному музыканту. Это наша великолепная Карина Погазбеков, которую вы встречаете аплодисментами. Итак, концерт проходит, вы видите, в двух отделениях. Мы начинаем первое. У нас небольшие изменения в программе. К сожалению, не будет первого номера, который напечатан в программе. И мы сразу начинаем с музыки Валентина Сильвестрова. Народный артист Украинской ССР, родился в Киеве, поступил в Киевский инженерно-строительный институт, но после трех лет учебы в середине учебного года покинул его и поступил, ну, как вы думаете, куда? В Киевскую консерваторию. Одна из главнейших стилевых чек творчества Сильвестрова — медитативность. Для его музыки характерны долгое вслушивание в движении времени, внимание к мельчайшим деталям. Название одного из вокальных циклов само за себя говорит тихие песни. Но, несмотря на принадлежность к авангарду, Сильвестров считает, что, цитата, «Только мелодия делает музыку вечной». Сегодня прозвучат два романса из вокального цикла Валентина Сильвестрова «Ступени». На стихии Федора Тюнчева «Тени сизые смесились» И на слова Федора Солокуба «Душа моя благословит». Их исполнил заслуженный артистка России, приглашенная солистка Большого театра сопрано Яна Иванилова. И здесь нужно сказать, что она была первой исполнительницей этого цикла, работу над которым она вела вместе с композитором. О Яне Иванилове еще много что можно сказать. И вот мы с Кариной думали, какие еще пригралии, а их довольно много. И она участница множества программ. И пришли к выводу, что проще и правильнее сказать, что Яна Иванилова – это просто вокальное и гуманистическое чудо на нашей земле. Итак, музыку Валентина Сильвестрова исполняет Яна Иванилова. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Пожалуйста, друзья, вновь прибывшие занимаем места. И, пожалуйста, помним, что надо включить мобильные телефоны. Сегодняшний концерт записывается. Заранее всех благодарю, но продолжаем. Следующий композитор — Сергей Слонимский. Крупнейший российский композитор, пианист, музыковед, педагог, профессор. Что очень важно было в ту эпоху, и это все делалось не напрасно. Обладатель огромного количества званий. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии РСФСР имени Клинки и Государственной премии Российской Федерации. Член Союза композиторов СССР. И все это абсолютно заслуженно. Автор 34 симфоний, 8 опер, 3 балетов, камерной, вокальной музыки, музыки, кинофильмы. Театральным постановкам. Абсолютный профессионал в своем деле. Однажды рассказывал в каком-то телевизионном интервью, помню я, я пишу, когда требует душа, то, что хочу. А когда мне заказывают, я должен написать, у кошки 4 ноги. И если это нужно сделать к утру, я это сделаю. И это тоже очень важная черта художника, который недавно, к сожалению, оставил у нас, но живет его музыка. И особое место в его творчестве занимает именно вокальная музыка. Сегодня мы услышим вокальный цикл на стихии Михаила Юрьевича Лермонтова. В нем три романса «Как небеса твой взор блистает», «Портрет» и «Я жить хочу». Исполнит романс лауреат международных конкурсов Баритон Кирилл Банхилов. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И так, следующий наш композитор — Дмитрий Суворов. Выпускник Российской академии музык имени Гнейсинах, лауреат премии правительства Москвы, Всероссийского конкурса композиторов имени Шостаковича, это Санкт-Петербург, международного конкурса «Романтизм. Истоки и горизонты», среди сочинений моноопера «Марина» на собственные либретты, на текст из дневниковых записей Марины Цветаевой, «Философия природы», вокальный цикл для высокого голоса и симфонического оркестра на стихи Николая Заболоцкого, концертино для трубы и симфонического оркестра, два вокальных цикла для сопрано и фортепиано на стихи Ахматовой и Цветаевой, два струнных квартета. Сегодня мы услышим вокальный цикл из трех романсов на стихи Анны Ахматовой «Не бывать тебе в живых, далеко в лесу огромном и на пороге белом рая». Все три стихотворения посвящены Николаю Гумилёву. 2021 год – это год столетия за дня смерти Гумилёва, великого поэта, и вы все, конечно, знаете, мужа Анны Ахматовой. «Не бывать тебе в живых, Соснику не встать, Двадцать восемь штыковых, Огнестрельных пять, Горькую обновушку другу шила я, Любит, любит кровушку русская земля». Вокальный цикл Дмитрия Суворова на стихи Анны Ахматовой исполнит лауреат межнародных конкурсов стажер молодежной программы Мариинского театра Екатерина Савенкова. Также в ее исполнении затем прозвучит плач Анастасии из оперы крупнейшего, выдающегося российского композитора Андрея Петрова «Петр I». Андрей Петров не нуждается в представлении, но все-таки надо сказать советский и российский композитор, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат двух государственных премий Союза СССР и Государственной премии Российской Федерации, кавалер ордена Ленина, автор огромного количества произведений в разных жанрах. И, конечно, музыки и кинофильмы, вы все это прекрасно знаете. Но Петр I, одно из выдающихся произведений российского музыкального театра, продолжает традиции русской оперы, таких опер, как Иван Сусанин, Борис Гудунов, Хабачина. И это не пустые слова, вы сейчас в этом убедитесь. Начало действия оперы Петр I притворяется вокально-симфоническим вступлением плачем Анастасии. Чудная мать и земля, земля вселоспетая, «Утоли тоску неизбытую, Возради милосердие вечное, Оживотвори» Такова эпическая заставка оперы и одна из важнейших по смыслу тем этой оперы. Кстати, нужно сказать, если вы бывали в Петербурге на Каменно-Островском проспекте, может быть, вы даже проходили мимо и не заметили сад Андрея Петрова. Это очень аскетичное небольшое пространство, как сообразная ниша, как будто детская площадка или просто место для отдыха. Вот эта аскетичность абсолютно, как мне кажется, и я бесконечно люблю это место, доводящее мне до слез, когда бываю там, очень отражает специфику петербургских художников, которые достаточно скромны в жизни и очень, и невероятно ярки в творчестве. Итак, вокальный цикл Дмитрия Суворова на стихе Анны Ахматовой и «Плач Анастасии» из оперы Андрея Петрова. Петр Первый исполняет Екатерина Савенкова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не бывать тебе в живых, Со снегу не встать Двадцать восемь штыковых Огнестрельных пять Огнестрельных пять Огнестрельных пять Далеко в лесу огромном Возле семих рек Жил с детьми В избушке темной Огнестрельных пять Дурная мать Долетают редко есть и к нашему крыльцу Подарили белый крестик Твоему отцу Огнестрельных пять Огнестрельных пять Твоего сон Огнестрельных пять Огнестрельных пять АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Огнестрельных пять 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 Животворение Семья Налетели черные вороны, налетели страшные вороны Пострелевскую крошку, пострелевские бабушки Налетели вороны, налетели черные вороны Налетели черные вороны, налетели страшные вороны Пострелевскую крошку, пострелевские бабушки Налетели черные вороны, налетели черные вороны Налетели черные вороны, налетели черные вороны Константин И в заключении первого отделения мы обращаемся к музыке Микаэла Таривердиева Имя, конечно, знакомое всем, как и его музыка, и, ну, что поделать, наибольшую известность Теревердиеву все-таки принесла музыка к кинофильму, прежде всего, 17 мгновений сны, иронию судьбы или с легким паром, но все же, может быть, помимо этого, а может быть, это и главное. В этом году Теревердиев написал свыше 100 романцев, 4 балета, 5 опер, камерные вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром и концерт для льда и струнного оркестра. И полностью музыкальное наследие Теревердиева еще не исключено из его архива. Сегодня мы услышим три романца Микаэла Теревердиева на стихи Беллы Ахмадулины «Пятнадцать мальчиков», на стихи Марины Цветаевой «Нежность» и на стихи Григория Божиняна «Я такое дерево». В романце «Нежность» мы услышим и некую переключку с темой из кинофильма «Три тополя на блющихе», где также звучит песня «Нежность», написанная Александром Николаевым Пахмутовым. Ну, а исполнит романцы солистка камерной сцены Большого театра, и что особенно, кстати, ценно, обладатель первой премии, то есть победитель 15-го московского международного конкурса молодых исполнителей русского романца «Романсеата-2020», которую беззменно возглавляет Галина Преображенская. Итак, встречайте нашу певицу Александра Майская. Пятнадцать мальчиков. А может быть, и больше, а может быть, и меньше, чем пятнадцать. Испуганными голосами мне говорили «Пойдем в кино» или «Музей изобразительных искусств». Я отвечала им примерно вот что, мне некогда. Пятнадцать мальчиков. Пятнадцать мальчиков. Пятнадцать мальчиков. Пятнадцать мальчиков. Пятнадцать мальчиков. Пятнадцать мальчиков. Теперь живут спокойно. Они исполнили тяжелую повинность отчаяния. Слез и писем. Их любят девушки. Иные красивее. Иные некрасивее, чем я. Пятнадцать мальчиков. Преувеличенная свободна, а поча злорадна, Приветствуют меня при встрече. Они приветствуют со мной при встрече своем освобожденье. Напрасно. Напрасно ты ведешь последний мальчик. Поставлю я твои подснежники в стакан, И μέри насты пех степли Обрастут серебряными, Пузырь реками. Но видишь ли, и ты меня разлюбишь, И, победив себя, ты будешь говорить со мной надменно, Как будто победил меня. А я пойду по улице, по улице. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Откуда такая нежность?» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Мы отдыхаем, но потом приготовимся снова к продолжению нашего музыкального путешествия. Спасибо за ваш прием. Спасибо за просмотр! Мы уже прошли, но мы все-таки относимся к этому очень спиритетом, особые чувства охватывают нас, когда мы приходим в большой зал, которому 120 лет, в малый зал, который даже чуть старше, рахманиновский, который раньше вообще не принадлежал консерватории, но потом все-таки получил статус консерваторского зала, еще позднее был назван рахманиновским. Мы видели бюст, установленный при входе. Кто не бывал здесь, кто бывал, наверное, тоже понимает, что в каждом зале есть какая-то своя удивительная аура. И то, что мы встречаемся здесь, это тоже создает определенную атмосферу. Итак, музыка нашего времени. Мы продолжаем. Выдающийся армянский композитор наш современник Тигран Мансурян и его вокальный цикл «Страна наири», написанный на стихе Вагана Амдерьяна. Сегодня мы услышим три романса из этого вокального цикла. Вот стихотворение, на которое написан первый романс в переводе Игоря Поступальского. Как сын Лаэрта, мудрый Одиссея, оставивший когда-то край родимый, прошел я далее суши и морей, всему чужой, угрюмой, нелюдимой. И вот, усталый, снова я приду в твоих полях, земля моя родная, и древних скал приветствую гряду, и хижины древодные пугаю. Сирен на белым было суждено мне услыхать, я устоял пред ними, ведь сердце, как пшеничное зерно, в немой тоске, твое похоронило имя. В далеких странах, в городах чужих, с растерянной душой умел внимать я лишь звуком песен с детством неродных, ласкающих и нежных, как объятия. И вот теперь, сжигаемой тоской, вернулся я, чтобы эти бесновения до самой смерти слышать над тобой и плакать. Плакать в радостном волне. Исполнит цикл три романса из этого вокального цикла солистка Московской государственной академической филармонии Анна Абаян, которая сейчас появится на этой сцене, и вместе с ней создатель этого проекта, лауреат международных конкурсов и партия фортепиано в сегодняшнем вечере, Калина Богазбекова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 а партия «Кланета» — Ольга Русанова. Встречайте! Я хочу сказать, что жизнь артиста бывает так интересной иногда устроена, что в один день происходит сразу несколько событий. И вот Ольга прибежала к нам из Большого театра, где совсем недавно закончилась «Царская невеста» Римского Корсакова, где она, естественно, исполняет «Марфу». И вот немножко за кулисами мы общались. А как перестроиться? У меня, говорит, до сих пор слова «Последний Арий». Смотри, вот колокольчик я сорвала лазуривый. А мы говорим, прекрасно, пускай сорняки и станут продолжением этого колокольчика в этом концерте. Вам понравилось! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Играет музыка Играет музыка Играет музыка Такие у нас сегодня яркие краски Ну а следующий композитор, чья музыка будет звучать, Фред Гарриевич Шмидке Казалось бы, тоже не нуждающийся в представлении Но все-таки уж раз говорим обо всех Автор четырех опер, трех балетов, десяти симфоний, пятнадцати инструментальных концертов, многочисленных камерных, хоровых, вокальных произведений Очень много сделано в жанре киномузыки Это и музыка к мультфильмам, и к театральным постановкам И, что, наверное, вы знаете, он один из немногих, а может быть первый, я сейчас боюсь оживиться, кто в концертный зал Чайковского принес рок-оперу, В которой участвовали и академические певцы, и солисты Большого театра, и эстрадные певцы, и это было совершеннейшей революцией, но кто-то опасался, а потом поняли все-таки, как это здорово и какой огромный смысл все это имеет Стиль и музыкальный язык Альфреда Шмидке, в общем-то, узнаваем с первой нотой Для него характерны напряженная экспрессия, контрастность, гротеск, творчество Шмидке присуще острое внимание к проблемам современности Это масштабность замыслов идей, воплощения их Очень часто на эстраде звучит его симфоническая инструментальная музыка, но вот вокальная музыка исполняется крайне редко, поэтому сегодня это удивительный момент Причина, видимо, кроется все-таки в сложности в философии какой-то музыкального языка и сложности для исполнителя Вот, сегодня мы услышим два номера из вокального цикла на стихи Марины Цветаевны А на сцене появится вокалистка, певица, которая вообще работала во многих жанрах и со многими коллективами с хорове-копета имени Юрлова, с ансамблем Благовест и, может быть, наиболее тесно сотрудничает с Эвварди-оркестром под управлением Народной артистки России Светланы Безродной У нас все готовы? Отлично! Итак, встречайте, Светлана Полянская и Карина Показбекова, конечно! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Это первое произведение. А вот второе произведение написано на текст великого китайского поэта Ли Шаниня, композитор Ван Тун. И в переводе Анны Ахматовой эти стихи называются «Драгоценная цитра». Нефритом украшена цитра моя, и струн на ней пятьдесят. И все эти звонкие струны со мной о давних днях говорят. Мудрец Чуан Цын в глубоком сне сияющей бабочкой был. Ван Ди после смерти все чувства свои в лесную кукушку вселил. А в южных морях под взором луны текут жемчуга по щеке. На синих полях под лучом дневны в прозрачном яшма дымке. О всех этих чудных явлениях не раз придется мне размышлять, Но, надо признаться, сейчас на моей душе печали печать. В оригинале речь идет о старинном китайском музыкальном инструменте «Сэн». И вот эти два произведения исполнит Шан Чжу Цзянь, Которую мы очень любим, и для которого Рахманиевский зал просто родной. Он здесь довольно часто выступает. Он вообще ведет активную концертную деятельность. Он обучался сначала на родине, потом в Московской консерватории. Иногда была членом жюри и так далее, и так далее. Но сейчас на услышу что-то совсем-совсем экзотическое. Итак, Шан Чжу Цзянь и партия велочели «Сюй Чухай». «Сюй Чжу Цзянь» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Этот композитор создал 21 мюзикл. В 1992 году ему был удален титул «Рыцаря», затем титул «Пэра». Он обладатель множества престижнейших наград. Несколько его знаменитых номеров, в частности, «Найт оф днят» из мюзикл «Призерк оперы» «I don't know how to love him» из оперы «Иисус Христос, суперзвезда», «Don't cry for me» Арджентина из Элиты и, конечно, Мэмори из «Кошек» стали абсолютными хитами. Он самый коммерчески успешный композитор в истории по версии «Нью-Йорк Таймс» в 2001 году. И пятое, самое влиятельное лицо в британской культуре по версии «The Daily Telegraph» в 2008 году. Один из 16 человек, которые получили «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони», на «Аллее славы» в Голливуде установлена звезда с его именем. Он член Британской академии авторов песен, композиторов и авторов. В 1992 году он основал свой фонд, который поддерживает искусство, культуру и культурное наследие Великобритании. Вы уже догадались. Конечно, это наш стременник, Эндрю Лойт Уэббер. Сегодня мы услышим два фрагмента из его знаменитого «Рэгриэма». Это будут «Инге Миско» и «Пье Йезу» в приложении для вокального трио Ольги Надеждиной. И вот мы приглашаем на сцену вокальное трио «Мелоди» в составе Светлана Полянская, Александра Конева и Ольга Надеждина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Спасибо. Спасибо.